Школьники из пострадавших районов и города Владивостока провели День знаний в музее Арсеньева. Ребята изучали историю Приморского края по игровому маршруту, в который входит 6 залов музея. Мы затронем зал этнографии, нашу этнографическую коллекцию, познакомимся с коренными малочисленными народами. Также ребята узнают о первопроходцах Дальнего Востока, кто открывал этот край и какие исследователи его изучали. Также ребята познакомятся со славянской культурой переселенцев и в том числе узнают про предпринимателей Владивостока и Дальнего Востока. На мероприятие приехали порядка 80 школьников из Владивостока, Уссурийского, Спасского и Михайловского районов. Дети познакомились с историческими событиями родного края в рамках стационарной игры «Семейный лабиринт». Они согласились с большим удовольствием. Для них это очень крупное мероприятие, поскольку они могут познать историю своего родного края. Откуда произошли их предки, откуда приехали. В общем, что такое вообще город Владивосток сам по себе. Ребята с удовольствием ходили по залам музея и вникали в историю. Они выполняли задания и проявляли смекалку в решении загадок. Это более, конечно, интересно, когда ты все видишь своими глазами и можешь потрогать. Ну и тем более вам устраивает более сказать, как квесты, когда задания всякие дают. Ты ходишь, прям угадаешь, это или нет. В каждом зале школьников ждал проводник в прошлое. Задания составлялись исходя из возраста ребенка и зала музея. Командное усилие ребят и помощь методистов позволили всем пройти игровой маршрут. Сегодня проходил наш семейный лабиринт в музее. Дети были из разных поселков, насколько я понимаю, разных возрастов. Конечно, с большой группой людей работать всегда трудно, но сегодня дети были очень хорошие, очень вовлеченные. Понравилась, я думаю, им работа со мной. Узнали много нового о Владивостоке, о городе и о том, как территория вошла в состав Российской империи когда-то. Проект «Арсеневская карта» стартовал в пилотном режиме с 1 июня по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяка. Школьники от 6 до 13 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения и мероприятия. Первыми участниками стали дети из пришкольных лагерей Владивостока. С 1 июля к ним присоединились школьники Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. За пробный период работы «Арсеневской карты» участниками проекта стали более 16 тысяч приморских школьников. Напомним, в Приморье действует федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Регион в середине августа серьёзно пострадал от айфона Ханун. Тогда подтопило тысячи домов. Кроме того, 23, 25 и 29 августа в крае прошли сильные ливни. Уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги. В населённых пунктах произошли многочисленные подтопления. Власти региона и спасатели работают над устранением последствий паводка. Губернатор посещает подтопленные территории, контролирует работы и обсуждает с местными жителями вопроса оказания адресной помощи. Владельцы затопленных домов и участков получают из регионального федерального бюджета выплаты. Также в районах идёт сбор гуманитарной помощи. Елизавета Драгомирова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.